МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот такая ситуация, интерес к науке большой, это характерно только для Новосибирска или в других регионах такая же ситуация? Это вообще-то характерно для всей страны. На самом деле тенденция увеличения интереса к каким-то новым форматам популяризации науки, она, в общем-то, отслеживается практически везде, в крупных городах. И даже в небольших городах тоже начинают появляться свои какие-то и фестивали, и лектории. То есть экспансия этого интереса происходит теперь уже и на средние города, и в другие регионы. Организовать фестиваль научный или научно-развлекательную площадку – это наверняка не самое дешевое занятие. Кто все это финансирует? По-разному. Здесь на самом деле очень по-разному происходит. То есть есть фестивали, которые поддерживаются государством. То есть фестиваль, например, «Ноль плюс» – это, как правило, бюджеты регионов или бюджеты московского правительства и так далее. Например, наш фестиваль, который «Эврикаферст», который уже три года проходит в Новосибирске, он финансируется в складчину, что называется. Здесь участвует и российская венчурная компания, но основной вклад вносит Новосибирский государственный университет. И плюс еще несколько партнеров, которые предоставляют услуги. То есть они таким образом вкладываются не деньгами, но делом. То есть поэтому по-разному. Есть фестивали, которые собирают деньги краудфандингом. Например, фестиваль «42» в Нижнем Новгороде собрал часть денег вот, собственно, на планете РУ, то есть в краудфандинговой компании. Возможности интернета сейчас позволяют охватить достаточно большую аудиторию. И на том же YouTube очень много научно-познавательных каналов. Как бы вы оценили их качество? Ну, мне кажется, хорошее качество. То есть, по крайней мере, то, что мне попадается, мне нравится. Ну, я вот смотрю там, например, канал «Все как у зверей» Жени Тимоновой. Она, кстати, из Новосибирска. И вот эта передача про животных, которые она делает, она совершенно потрясающая. Только что приехала из Австралии, например. И сразу же приехала к нам обратно в Новосибирск родной и рассказала об этом. Показала замечательные картинки. Есть наши новосибирские проекты. Например, «Чуть-чуть о науке». Два выпускника Новосибирского университета. Один химик, один физик. Делают его и растут ребята. Очень классно у них получается. Как бы вы оценили уровень научной грамотности современного поколения? Можно ли его как-то повысить? До сих пор, по сведению в ЦИОМа, например, одна треть наших россиян считает, что, в общем-то, Солнце вращается вокруг Земли. Треть. То есть, это, на самом деле, страшные цифры. То есть, средневековый уровень, по сути. Средневековый. На самом деле, действительно, есть среди нас люди, которые, в общем-то, не представляют, как устроен мир. Я уже не говорю о том, что, например, довольно большое, почти половина людей считает, что антибиотиками можно лечить, например, грипп. Нельзя лечить грипп, потому что грипп – это вирусное заболевание, а антибиотики применяются только при бактериальных. То есть, люди очень подвержены всяким влияниям магам и всего остального, гомеопатии. Они этому верят, каким-то, может быть, псевдонаучным теориям, а нужно уметь это разделять. Поэтому наука – это очень важно. Ну и что делать с таким уровнем образованности? Ну, я думаю, что, в общем-то, ответ достаточно очевиден. Конечно, надо прививать вкус к самообразованию, способность найти ответы. Сейчас вот интернет есть, для этого есть и возможности. И, в общем-то, информации очень много вокруг. Найти ответы на интересующие вопросы. И самое главное, наверное, научить, и это уже задача для школ, для просветителей, для родителей, научить подрастающее поколение задавать эти вопросы себе и миру. Но это же сложная задача – воспитать в людях вот это желание что-то узнавать. То, что, в общем, в жизни, может быть, даже и не пригодится. Сложная задача, я с вами соглашусь. Но, мне кажется, это одна из важнейших, если не самая важная задача, то есть сохранить в человеке способность задавать эти вопросы, любопытство к окружающему миру. Тогда он не теряет интерес к тому, что вокруг него, и, собственно, к самому себе. Тогда у нас есть будущее. Ну что ж, спасибо. О том, как сделать науку популярной, мы говорили сегодня с Александром Дубыниным, директором Новосибирского фестиваля науки «Эврикофест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова